В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Лисан Сабирова и в начале коротко о главных темах выпуска. От пергамена к цифре. Чтобы что-то реорганизовать, нужно не только мозги, но и еще средства. Как изменился Татарстанский архив за последние сто лет и что в планах Лины Сенатулина? Вышли на поля. Все техники готовы, ждем только погоды. В республике начались пассивные работы. Кто первый, расскажет Альбина Минебаева. В пыли с ветерком. Это что, чисто? Как и почему? Салоны красных казанских автобусов утопают в пыли и кто все это должен убирать, выяснял Рамиль Шайдолин. Агрессивные вороны. Я просто ее выгнать не могла. Почему жителям набережных Челнов приходится опасаться за свое здоровье, выясняла Анна Городнова. Достаточно напряженный назвал сегодня Рустам Миниханов ситуацию по доходам в бюджет. Их объем за первый квартал этого года составил 230,5 миллиардов рублей. Это на 485 миллионов меньше, чем в 2017 году. Основные потери связаны с налогами на прибыль, имущество и ограничениями по нефтедобыче. Президент поручил правительству разработать комплекс мер по увеличению доходов и более активно работать по резервам доходной части. Так, на 1 апреля налоговая задолженность в республике составила более 8 миллиардов рублей. Расходной части нужно обеспечить жесткую финансовую дисциплину, а также абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств, учетом задач, поставленных в майских указах президента Российской Федерации. Архиважные перемены. Сегодня в Казани 250 архивариусов из 20 стран мира решали проблемы будущего. Где хранить информацию, которая с каждым годом все больше, с учетом того, что каждые 20-30 лет технологии хранения меняются. На смену бумаги сначала пришли дискеты, а сейчас это жесткие диски. Что будет дальше и как проблемы буквы переходят уже в цифры, узнала Лена Зинатулина. Лучше спала, не может. Отлично. Комфортные условия для работников, а для посетителей удобная система электронной очереди. А гостей здесь бывает немало, а архив помогает найти даже элементарные документы для выхода на пенсию. На ремонт комплекса госархива, в том числе и этого здания 70-го года постройки, ушло почти 300 миллионов республиканских рублей. Нужно продолжать эту работу? Конечно, нужно, потому что у нас далеко не все такие регионы, как Татарстан, в числе лидеров. Богатство архива республики на выставке президент сегодня изучил печати Хана Тахтамыша и даже метрики собственных предков. За сто лет, что существует архивная служба как в Татарстане, так и в России, актуальные проблемы постоянно меняются. Остается одно – желание дать документам вечную жизнь. Сегодня на международной конференции в IT-парке эксперты со всей России и еще двух десятков стран обсудили, как делать это уже в цифровом виде. Здесь же выставка современной техники, которая с этим помогает. Вот такое немецкое оборудование сегодня используется в госархиве республики Татарстан. Это сканер, позволяет сканировать книги толщиной до 35 сантиметров, при этом обладая самым высоким разрешением полученного изображения. И все же цифровой формат не панацея, ведь 15 лет назад казалось, что из дискета информация никуда не денется, а сегодня почти не остается компьютеров и программ, которые могут ее считать. Все-таки очень удобно вроде бы в цифре работать, а вот как сохранить это, что будет с этим цифровым материалом через тысячи лет, мы точно еще не знаем. Этот вопрос как раз на повестке у архивистов. Решить проблему может только создание специальных дата-центров для хранения цифровой информации. Нужна и мировая единая концепция того, в каких форматах это делать и какие использовать носители. Ведность Анатольевна, Андерсон Тальцев, Ильшат Мухаммедов, ТНВ «Казань». Сложный разговор на легкой волне. Сегодня в комитете ЖКХ Казанского исполкома прошла вторая встреча рабочей группы по строительству мусоросжигательного завода. И началась она с песни о весне, которую исполнил под гитару один из участников. В зале собрались больше 20 активистов. Кто-то спрашивал, были ли альтернативные варианты площадки завода. Кто-то предлагал альтернативу самой технологии завода, а именно пиролиз. А кто-то предложил провести по вопросу МСЗ референдум. В свою очередь, глава комитета ЖКХ сообщил, все вопросы, которые он получил, направлены инвестору и министерством. В ближайшее время – эко-мониторинг. Я направил запрос в институт имени Арбузова о проведении эко-мониторинга вокруг существующих объектов захоронения отходов и поселка Осиново, Салават-Купре. В дальнейшем нам нужно будет найти экологов, передать это экологам, для того, чтобы они уже по результатам этих количественных измерений дали свои выводы. Юго-восток Татарстана приступил к посевной кампании. Сегодня на поля вышли техника агрофирм Сармановского, Муслюмовского и Заинского районов. Сеют пока ячмень. Помимо этого, почти в 30 районах Татарстана удобряют минералами почву и азимы. О полевых работах Альбина Минебаева. Механизатор Ильдан Зинуров открыл 12-й сезон. Сегодня у него первый рабочий день на посевной 2018. Поля Сармановского района возделывал еще его отец. Начинать весенние работы – их традиция. Ну, если дождя не было, дождик ждет, чтобы зимня поспела. Пока сеют ранний ячмень, на этом поле предстоит обработать 150 гектаров. А всего в районе весной возделывают 21 тысячу гектаров земли. После ячменя пойдет яровая пшеница. В фирмах вся техника готова. Ждем только погоды, и чтобы земля поспела. Весенние полевые работы открыты также в Заинском и Муслюмовском районах. В последнем ячмень займет место почти на 3000 гектарах. А в 30 районах готовят почву и проверяют азимы. У азимых сейчас процесс вегетации. В Нурладском районе начали удобрять почву минералами. Запасы постоянно пополняют на взлетно-посадочной полосе. Пока талые воды не ушли, минералы рассыпают с воздуха. Тракторами не можем заезжать в поле, пока влага есть. Талые воды еще, даже снег в некоторых местах есть. Азимы составляют 16 700 гектаров. На горение травы 10 900 гектаров. Должны мы эти культуры подкормить, порановать в первую очередь. Агрофирмы и фермеры получили финансовую поддержку из федерального и республиканского бюджетов. Впервые в фермерском хозяйстве Беляск посеют чечевицу. В приоритете также кукуруза и подсолнух. Альбина Менебаева, Булат Шефигулин, Фуат Гайсин, Зульфия Галиулина. ТНВ, Сармановские, Нурладские районы. Грязь в салонах и пыль на сиденьях. Казанцы жалуются на городской транспорт. Погодно ли это явление, или салоны просто не убирают. Наша съемочная группа задалась этим вопросом и выехала на улицы города. Правда ли, что в салонах можно испачкаться, проверил Рамиль Шайдулин. Пыль на окнах у сиденья и грязь на полу. Так казанцев ежедневно встречают некоторые автобусные маршруты. Мы находимся в красном казанском автобусе, известном после универсиада уже во всем мире. Но почему-то сами казанцы жалуются, что сегодня визитка столицы Татарстана почему-то вот такая. Это что чисто? Неужели перед выходом на арест нельзя ее это все протереть? Два дня назад получается летение, уже не помню, ехала. И просто сижу нормально, и очень много пыли. То есть прям сидишь и просто пылью дышишь. В чистой одежде там невозможно, значит, уже проехать. Обязательно это, как говорится, крайне без культуры. Казанец Ельмас Низамов – постоянный пассажир 56-го маршрута. И именно здесь, по словам мужчины, всякий раз грязь и пыль. Только экипаж автобуса уверен, все это с улицы. Бахилу пусть одевают, переходчики не открывают. Так и получается, что за свои же кровные деньги казанцы ежедневно рискуют быть испачканными. Неважно, сидит едешь или стоя. Назрел вопрос, почему автобусы доводят до такого состояния. Остановка «Завод из кожи». Каждый день стоят на каждом ворот ответственный человек, который проверяет, и даже если автобус нечистый какой-то, он даже не смог вчера помыть, мы его разворачиваем, едем на мойку, так же домывается и выезжает на линию. Каждое утро автобусы выезжают чистыми, говорят в АТП номер 2, за которым и закреплен 56-й маршрут. Его конечная остановка далеко за городом, поэтому грязь и пыль по дороге считают транспортники просто неизбежны. Но только до лета. Те же казанцы, кто систематично замечает грязь в автобусах, могут обратиться по телефону горячей линии транспортного сайта города. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Нурлате начали ямочный ремонт дорог горячим способом. Сегодня в городе заработал асфальтобетонный цех, выпускающий горячую смень. Ею заполняют ямы на дорогах. В этом году таким способом обновят 8 городских улиц в плане еще 30 придомовых территорий. На горячих участках трудится 110 дорожных рабочих. Пока была нестабильная погода. У нас были произведены холодный асфальт. Работы по технологии. Когда температура плюс 10, мы уже выходим асфальтовый кладчиком. Это у нас ямочный ремонт картами будет. На Челнинцев нападает вороны. 27-й комплекс оказался пристанищем для десятков гнезд. Птицы громко кричат, мешают спать. А с наступлением весны начали залетать в квартиры. Чем связано такое агрессивное поведение и можно ли с этим бороться, выясняли наши корреспонденты. Балкон залетел на ворону. Там блестящая кофта моя висела. Я просто ее выгнать не могла. Окна квартиры НЖ Садыковой выходят прямо на вороньи гнезда. Здесь их около 20. Такому соседству жители дома не рады. Бабушки у нас на стамейке сидеть не могут. Машина в обед сам приезжает, только помыл машину. И все, уже в обед все обгажено. Гнездят запернатые здесь не первый год. А по весне люди всерьез стали опасаться за свое здоровье. Вороны становятся агрессивными, залетают в квартиры. Сейчас уже вороны начинают откладывать яйца у себя в гнездах. И инстинкт самосохранения или охраны своей территории, гнездовой территории, уже у них срабатывает. Поэтому отдельные случаи нападения на людей уже есть. Цыпленка могут стащить. Вороны могут прятать свою добычу, даже решать логические задачи, говорят орнитологи. Вот эксперимент ученых Кембриджского университета. Вороны сбрасывают в сосуд с водой камни, чтобы схватить угощение клювом. Различают цвета светофора взрослых от детей. В городской среде им некого бояться. Кошки не ладят по деревне, опасно для них своих, тем более. Других хищников нет. Истреба не держит в таких местах. Жители 27-го комплекса обращались в исполком, писали письма в ЖЭК и Управление экологии. Но специалисты лишь разводят руками. Пилить деревья нельзя. И даже если гнезда перенести, птицы найдут место на соседних деревьях. Поэтому горожанам стоит набраться терпения и подождать, пока птенцы и ворон встанут на крыло. Анна Городнова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, ТНВ, Казань, Набережная Челны. В ближайшей сессии Госсовета пройдет 25 апреля. Депутаты заслушают отчеты о работе татарстанского руководства Росприроднадзора и рассмотрят более 30 республиканских и федеральных законопроектов. В частности, внесут изменения в земельный и экологический кодексы. Фарид Мухамедшин напомнил, что в законотворчестве могут поучаствовать и все татарстанцы. В Госсовете продолжается проект «Пишем законы вместе». Ждут предложения по улучшению правового поля. Через это мы приблизимся к проблемам жителей нашей республики. С одной стороны, с другой стороны, они тоже будут участвовать в этом процессе нахождения форм сотрудничества и решения проблем, которые на жизненном пути у них встречаются. И сегодня же Фарид Мухамедшин встретился с молодогвардейцами страны. Напомним, всю эту неделю в республике проходит образовательный форум «Молодой гвардии». Приехали более тысячи активистов из всех регионов, а спикерами-наставниками стали известные политики и меди-лицы страны. Чему российскую молодежь научил председатель Госсовета, расскажет Дмитрий Аринин. Получаем наклейки после каждой лекции, которую мы посетили. Директор ДК и депутат из Мадырского района Эльмира Ахметова на форум приехал подтянуть свою политическую грамотность. Мы научились, как правильно проводить уличные мероприятия. Какие есть рамки, из чего можно выходить, что можно делать, что нельзя делать. Учиться у старших товарищей и предлагать свои идеи – суть образовательного форума молодогвардейцев. Все встречи посвящены четырем главным темам – выборам, СМИ, уличным акциям и созданию проектов. Сегодня самым ожидаемым наставником стал Фарид Мухамедшин. Я бы хотела научиться именно ораторскому искусству, потому что я сама работаю преподавателем. Спир Татарстанского парламента рассказал, чем живет республика и что помогает добиваться успеха в разных сферах. Главный же совет молодогвардейцам – постоянно учиться новому и уметь общаться с людьми. Если у тебя не рывы доводов и аргументов, тогда ты перчатки надеваешь и начинаешь правду искать матки. Наша задача – научиться так, чтобы до этого не находило. Участники форума спрашивали, что делать, чтобы молодежь не уезжала из села. Просили дать совет для своих проектов. Интересовались, что будет дальше с преподаванием национальных языков. Да, мы обеспокоены тем, что федеральный образовательный государственный стандарт, так называемый ФГОС, по которому сегодня скухожится образовательный процесс по изучению национальных языков, вот этот вопрос, он остается, мы ищем решение с федеральным центром. Форум продлится до конца этой недели. Здесь выступит более ста экспертов. По итогам от участников ждут проекты, которые они будут воплощать в своих регионах. Вся же молодая гвардия намерена создать свою новую стратегию на ближайшие три года. Дмитрий Айригин, Андрес Интальцев, ТНВ, Верхний Устонский район. Наш телеканал продолжает получать эссе от желающих стать журналистами. Напомним, ТНВ объявила конкурс на грант. Три победителя получат беспрецедентную возможность учиться в Высшей школе журналистики КФУ за счет телеканала. Итак, 11-ти классникам, носителям татарского языка, до 19 апреля нужно заявиться на конкурс. Все подробности вы можете найти на нашем сайте tnv.ru. Семь казанских исторических домов будут отреставрированы волонтерами. Сегодня в мире отмечается День охраны памятников и исторических мест. Только в республике под охраной более полутора тысяч объектов культурного наследия. Третий из них в Казани. Как волонтеры помогают сохранить и вернуть утраченные, Салават Мухамадуллин. Стоит уже лет, наверное, 16 заколоченный, рядом старый дом заколоченный. Дом очень красивый. Экскурсия от местных жителей. В объективе туристов и любопытных казанцев сегодня старинные дома и их обитатели. Забрендировано, что это все сделано под эгидой Томсуэр-феста. Главное внимание к домам. Их фасады восстановлены руками волонтеров. В этом году в рамках Томсуэр-фест будут отреставрированы еще семь столичных построек. Калинина дом 4, Достоевского 12, Волкова 14. Три дома в Татарской Слободе на улице Карима, на улице Садыковой. И еще на улице Щапова два дома, 19 и 21. Часть домов из этого списка сегодня вошли в программу экскурсии. Лицезрев их вживую, некоторые участники прогулки вызвались помочь в восстановлении. Эта история, это мое детство. А вы здесь жили? Я жила рядышком на улице Маяковского, но вот эти все дома, это как бы вот в душе. По зданиям можно определить историю. Можно историю считывать с книг, с учебников. Можно ходить по улицам, разговаривать с людьми. Всего в республике сегодня 1615 объектов культурного наследия и 13 исторических поселений. Всемирный день охраны памятников и исторических мест призван сохранять и приумножать их. Как раз в помощь Томсуэр-фест, который стартует уже меньше, чем через месяц. Слава Тухмадолин Марадзай, Долин ТНВ, Казань. Музыка объединяет народы. Несколько минут назад в Казани начался гала-концерт Дуслок Купера Мост Дружбы. Праздник песни, призванный объединить татарских и башкирских звезд, стартовал в московском Кремле. А в эти минуты финальное представление идет в Казанской пирамиде. Здесь работает наш коллега Рамиль Шайдули. Рамиль, сколько зрителей сегодня? Что для них подготовили артисты? Да, добрый вечер, Лейсан. Как мы видим, именно сюда, в культурно-развлекательный комплекс «Пирамида» привел Мост Дружбы. И именно здесь завершается фестиваль Дуслок Купера. Сказать о том, что его ждали, конечно же, мало. Говоря на сленге, на концерте, практически весь бомбон татар-башкирской эстрады, начиная такими мастодонтами, как Айдар Галимов и Хамдунати Мергалиева, и завершая новой волной Элвином Греем. Конечно, артистов намного больше, больше 20 сольных исполнителей и ансамблей, но это тот самый случай, когда за количеством стоит и высокое качество звука, музыки и шоу. Я попрошу оператора показать, что сейчас происходит на сцене. Там выступает Фарид Мухаммедшин, говорит о важности этого фестиваля в целом для республики. А перед этим концертом артисты объехали Москву, Пензу, Ульяновск, Тюмень, Уфу. В общем, татар-башкирскую музыку услышали в разных уголках страны. И финал, как мы видим, здесь, в пирамиде. Ну а мы, в свою очередь, продолжим следить за концертом и наслаждаться музыкой. И на этом у нас все. Лисан. Спасибо, это был Рамиль Шайдулин из «Пирамиды». А мы продолжаем. Лучший маршрут сегодня в Москве презентовали обновленный мобильный сервис МэпСМИ для футбольных болельщиков. Новые версии приложения указаны главной точке 11 городов страны, в том числе и Казани, где пройдет чемпионат мира. Это нужные всем болельщикам места. Посольства, консульства, пункты питания, полиции, центры выдачи паспортов болельщиков и многое другое. Сервис станет доступным уже на следующей неделе. Информация будет и в оффлайн-режиме на семи языках. Русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском и португальском. Разработан целый ряд туристских маршрутов для болельщиков. Их оцифровка и размещение в мобильном приложении, это очень важно, сделает доступ к данным ресурсам очень простым, понятным. Таким, которым пользуются миллионы людей во всем мире. Напомним, что сегодня в 12 часов дня стартовал последний этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу. Это значит, на сайте FIFA болельщики смогут приобрести их в режиме реального времени в порядке живой очереди. Для начала необходимо подать специальную заявку на сайте FIFA. Далее следует получить билет на руки. Во всех городах-организаторах турнира открылись главные билетные центры FIFA. Также на определенные игры будут доступны билеты четвертой категории, которая зарезервирована для резидентов России. Все, что приобретено через другие источники, будет автоматически аннулировано. После покупки необходимо также оформить паспорт болельщика на сайте FUNID. А далее в выпуске спорт и прогноз погоды. До свидания. Автомобиль Lada с выгодой до 203 390 рублей? Это реально! Только в апреле Кан-Авто на Мусина увеличил выгоды на автомобиле Lada. Действует государственная программа. Кан-Авто. Мусина 37. Детская офтальмология. Аппаратное лечение. Клиника Кузляр. Ищешь автомобиль? Автоцентр Марка отдает японский Датсун за так. Узнай подробности по телефону. 4 пятерки, 3 семерки. От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный. Под названием клубнещит. Искать дальше? Себе дороже. Если не сан, то в марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани. 4 пятерки, 3 единицы. Санаторий УВА приглашает. Новая программа «Антистресс» за 5 дней. Всего 10 900 рублей. Подробная информация по телефону Лужевски. 780 571. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Конкурс «Мини-мист Татарстан-2018». Кастинг 22 апреля в торговом центре «Мега». Приглашаем девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Телефон 29 555 49. Возрастное ограничение 0+. 21 апреля в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей Института экономики. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Аптека «Фармленд» рядом с вами. Заботится о вас сейчас, как и всегда. Меняется и развивается. Преодолевает расстояние, чтобы стать ближе. Создает уют, комфорт и отличное настроение. Заботится о вашем здоровье и красоте. Чтобы вы чувствовали себя хорошо. 20 лет аптеке «Фармленд» рядом с вами. «Фармленд» – это не просто аптека. «Фармленд» – это лук, друзей. Федеральная аптечная сеть «Фармленд». 20 лет заботы и доверия. Сыскаты полган. Сызьераткан. Булгар радиосы концерта. Игорь Малтын, Чапрель. Пирамида. Здравствуйте. Пасмурная и дождливая погода сохраняется. Дневные температуры немного понизились. Подробнее после интересная информация. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер. Город Казань. Улица Восстания, 23. Телефон 2. 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет пасмурно и дождливо. До 9 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге температуры понизились до плюс 5 и также пройдут дожди. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске будет пасмурно, местами с дождем, плюс 5, плюс 7. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Бултасе также пройдет дождь, плюс 4. Пасмурные и дождливые погоды на юго-западе республики. Тут до 9 градусов выше нуля. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет облачно и дождливо. Столбики термометров покажут 7 градусов тепла. Солнечная погода ненадолго покинула наши края. В пятницу осадки прекратятся, вновь выглянет солнце. В Казани будет пасмурно, временами с дождем. Температура воздуха днем, плюс 3, плюс 5. Ветер северо-восточный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртудного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 93%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.